Приветствую вас. Я думаю, что ситуация, которую вы описываете, может быть сложной, может быть тяжелой, безусловно, потому что у вас и достаточно проблематичные отношения с вашими близкими, вашими родными, вот. Я наведу семья вот у вас самой. Достаточно тяжелый опыт взаимодействия с людьми, вот. И у вас, безусловно, такое вот потальное, ну, недоверие, потальное недоверие себе, у вас такая вот потальная тревожность, тотальная болезненность, ну, болезненность я имею в виду общение, конечно, вот. И, естественно, что все это на вас влияет и влияет в целом довольно негативно. Ну, это понятно. С этим можно работать, вот, это можно корректировать, вот. Ну, там, процесс не быстрый и, в первую очередь, наверное, можно говорить про развитие вашего доверия в себе, развитие, развитие такого вот, вот, в принципе, принятие себя, развитие, позволение себе быть собой, вот, работа с личными границами, вот, в том числе, очень нужна и необходима, на мой взгляд. Вот, и поддержка, поддерживающая, скажем так, терапия, тоже, тоже вам здесь необходима. Вот, конечно, вполне, вполне могут быть защитные реакции, вполне может быть защитный механизм, но с психологом вы можете все ваши проблемные аспекты, проблемные моменты проработать, вот, и с психологом вы можете все, что вас беспокоит прожить. У вас, как мне кажется, достаточно много накопилось обид, у вас, как мне кажется, достаточно много накопилось негатива, вот, не про этого негатива я имею в виду, конечно же, вот, может быть, это касается и ваших родителей, может быть, это касается и, в частности, вот, вашего папы, вашей мамы, вот, и, соответственно, таких вот определенных, я бы сказал, может быть, целей в жизни, то есть, вот, то, чего я не увидел в вашем рассказе, да, о себе, это как раз таки некоторая направленность, то есть, есть, казалось бы, некоторая проблематика, вот, есть, казалось бы, некоторые сложности, вот, они, казалось бы, достаточно серьезные, вот, но, как бы, вот, вы говорите, например, о том, что не хотите так, хотите меняться, это очень здорово, вот, но не совсем понятно из вашего сообщения, например, не совсем понятно, что вы готовы для этого делать, то есть, ну, вам нужно выбрать себе специалиста, да, и начинать потихонечку работу, начинать потихонечку психотерапию, вот, только тогда, в принципе, вы можете рассчитывать на то, что ситуация будет улучшаться. Так, конечно, у вас нет ни вопроса, у вас нет ни вопроса, у вас нет ни запроса, вот, то есть, просто, вот, вы описываете проблему. Ну, давайте пройдемся, значит, по тому, что вы написали. Я взрослый, достаточно, но внутри чувствую себя ребенком, на самом деле, им являются. Ну, вот, вы говорите, что вы взрослый, а тут же говорите, что вы ребенок, и на самом деле, им являются. Ну, вы не можете являться ребенком, вот, в полной мере, потому что вы уже достаточно взрослый. Ребенком является та ваша часть, которую вы отвергаете, которую вы зажимаете. Ребенком является та часть, которая в достаточной степени зависима от, ну, от, скажем так, других людей. Это правда. То, что, на самом деле, так и есть, что именно та часть, где вы чересчур зависимы, чрезмерно зависимы от других людей, действительно, в этом вы можете быть ребенком, это правда. Вот. Но говорить о том, что вы ребенком, что уже появляется, наверное, нет. Наверное, не совсем. Не совсем реально. А вот. Дальше, значит, вы пишите, что максимально социально, у меня всего одна подробка, за счет того, кого-то я не отправилась даже знакомым. Ну, это вопрос взаимодействия с людьми. Вот. Как правило, вопрос этот, вопрос взаимодействия с людьми, он напрямую касается целей такого взаимодействия, да? То есть, интересов, вот. Интересов у вас, как я говорил, нет, по крайней мере, выраженных интересов. Так, вы пишите, где-то было оценить, я не знаю, надо тяжело было выражать свое мнение на целых страниц, и, ну, сейчас, я думаю, не легче. С этого момента ничего особо не менялось, стал только хуже, но нужно работать. Самоценка, комплексы, хобби, нет увлечений, нормальная работа, отношения. Со всем этим нужно работать. Вот. То есть, все это нужно разбирать, все это нужно только проговаривать. Я, например, разговариваю с людьми, у меня этот цвет, когда нахожусь в столбе. Ну, понятно, вы себя не чувствуете. Вот. Значит, так, ну вот вы здесь пишите, что свою юность вы потеряли, очень похоже, так, вот. Так, ну тут у вас чувствуется в некоторой степени депрессивное состояние состояние, то есть, мне кажется, ощущение подавленности. Вот. Ощущение бессмысленности, ну, всего, ну, всего жизни вашей, я полагаю. Вот. То есть, чувствуется, как вы, вот, по сути, выговариваете, да, даже по характеру вашего текста, чувствуется, что вы выговариваете. Вот. Значит, в свободное время сижу, думаю, ничего не делать, тяжело справляюсь с соберенными, с ними сплю пополднее, порой у них сильные цели. Ну, здесь вам нужно, наверное, обратиться к врачу, посмотреть, а нет ли у вас депрессии. Вот, именно, именно эндогенная депрессия, То есть физиологически. Так, значит, когда меня приглашают, нахожу много причин, чтобы не идти, а соответственно, ну, то есть желание спрятаться и все. Захожу в сель, пропадаю на много часов, у меня нет интернет-друзей, не было на 36-го года. Ну, опять же, да, вот вы говорите, чтобы вы понимали, то есть вроде бы вы все это как бы описываете, с одной стороны Европы все это описываете, но с другой стороны, вот, как бы вопрос остается открытым, да, как бы все это описываете, а дальше остыдать. Дальше, так, вы пишите, что в аккаунт закрытнитесь, если у вас в правооценку. Вот, значит, интернет-другой, так, уже не все хуже, галок подержать не у меня, ну, то есть так вы боитесь себя выражать, вот. А, теперь думаю, что просто общение, ну, общение ради общения очень странно. История, я бы сказал, что, ну, вот именно общение ради общения, это всегда очень странно. Ну, общение, оно, как и все, жизнь человека, оно имеет некоторую направленность, если этой направленности нет, то проблемы будут всегда. Вот, так, значит, нахожусь в аппаратическом состоянии, нахожусь много лет, ну, тут старец, ну, у нас накурочил, чтобы он вам, чтобы он вам сказал некое из физиологических оснований для этого. Вот, в кругу близких я другая, там, где чувствую себя в безопасности, вот. Только непонятно, в кругу близких это кто, если вы говорите, что вы одна. А, так, веду двойную жизнь людям, которым не могу довериться. А мне не энерго, на самом деле, думаю, из-за образ. Ну, а довериться, довериться страшно, потому что боитесь обиды, а обидно это, по сути, боль, вот, которой вы не знаете, что делать. А, проблема является сильной предприятий, это желание, потребностная сфера, которую нужно также прорабатывать. Так, ооо, значит, не знаю, сколько мы общаемся, если человек нацепляется в моей голове, ну, происходит замещение. То есть, человек замещает для себя. Мне ничего не стоит написать первое, достаточно скрыто могу вам говорить, если я вижу отдачу. Ну, опять же, да, то есть, как бы для себя, вот, не как будто бы ничего, все только для других людей. Так, ооо, значит, если человек у меня тут грубит или явно, так, потому что им интересно, я прекращаю общение. Ну, опять же, да, вот, вот здесь определяет человек. А, видимо, люди чувствуют, когда с анализом воздействием, быстро чувствуют, а потом тяжело от каошей, в несколько дней нахожусь в ужасном состоянии. Да, люди чувствуют, что вы нарушаете границы и сервисы. Это вопрос границы, вопрос, вопрос вашей потребности в слиянии. Я, в смысле, так считаю, с этим уже не могу с ним справиться. Ну, да, в смысле, это нет, психолог вам может помочь. Знаю, это звучит как правдение, но, в данном, что, в какой у вас мотивация, нужно менять сегодня, или нет, я вижу, только, бессмысленно. Ну, вот, с этим тоже нужно поработать. А, так, значит, строительная проблематика, вот, родила только так. Ну, вот, Николь, в ней поддержка такого в своей жизни не видела. Ещё тогда за близкие люди, о которых вы говорите, не понимаете, никто понимает. Ну, вы сами, вне кажется, себя, пока что не понимаете. Ну, вот. А, сейчас я похвалю, ну, это, ну, аффирмация такая, самовнушение. Хорошего в этом не очень много. А, так, значит, читала, говорить о сфобиде депрессии, либо сфобиде депрессии, либо сфобиде депрессии. Ну, как бы, вот, вы приводите какие-то диагнозы, да, но, по сути, как я понял, у врача в ней не было. Ну, вот. То есть, тут вам нужно, я повторюсь, обратиться именно к врачу, чтобы вам поставили или не поставили, соответственно, диагноз, и после этого уже рассматривать возможность психотерапии. Вот. Такие дела. На этом всё. Надеюсь, что было полезно. Я буду благодарен за обратную связь на мои ответы, которые позволят вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и желаю вам выбрать специалиста, которым вы станете работать. удачи! Продолжение следует...